Привет! Очередной славный денёк и очередная тренировочка. Что ж, начнём как обычно, с демонстрации площадки. Как вы уже заметили, наверное, площадка установлена с нарушениями, очень-очень близко к дороге, это очень плохо, но придётся потренироваться на ней. Что здесь есть? Брусья двойные, достаточно длинные. Скамейки и беседочки, где можно отдохнуть от тренировки. Комплекс. Какие-то детские непонятные кольца, скамья для пресса, какая-то хренатень, хотя, может, на ней удобно отжиматься, не знаю, мне кажется, что нет. Псевдоканат. Двигаемся дальше. Ещё один комплекс, сделанный в виде гексагона. Ну, в принципе, всё то же самое, то есть хрень для отжиманий на брусьях, детская верёвочная лестница, поломанная, как вы видите, потому что такие пластиковые крепления — это не самая качественная вещь. Трапеция. Вот это может быть интересно, на самом деле. Рукоход закреплённый очень высоко. Ещё одни брусья гнутые, в принципе, довольно интересная штука. На этой конструкции можно много чего придумать, это интереснее, чем обычные брусья. Ещё кольца. Нейтральный ход. Пишите в комментариях свои догадки по поводу того, что это. За лучший ответ я подарю чего-нибудь там. Или просто передам приветствую. Нет, подарю браслетик за лучший ответ по поводу того, что это и зачем это вообще нужно. Упоры для отжиманий, кстати, прикольные, да. Такие в пол. Ещё одна скамеечка. И ещё упоры для отжиманий и для тренировки стойки на руках. Видимо, ими особо активно пользуются, потому что они почище. Вот здесь я буду тренироваться сегодня. Делать подходы. Подходы с паузами всё ещё. Длится эта техника. Что ж, разминаемся и погнали. Подходы с паузами. Подходы с паузами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот получилась тренировочка сегодня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, конечно, что еще? Какой еще минус на площадке, который не чистят? Это перепады высот. Сейчас это не так критично, потому что у нас все упражнения делаются на одном месте. Но дальше в продвинутых техниках вас ждут упражнения, где нужно будет перемещаться, где будет нестабильность. И поэтому очень важно найти ту площадку, на которой вы можете заниматься, где будет ровная поверхность. И таким образом вы сможете делать упражнение, будучи полностью уверенность, что вы поставите ногу, руку на ровную поверхность. И не будет такого, что вы случайно ее поставите не туда, под нагрузкой вывихнете там, или какого-нибудь подобного ужаса. Вот, если у вас нет площадки, которую чистить, то берете с собой лопаточку, и, скорее всего, в следующих видео, в одном из следующих видео, вы увидите меня с лопаточкой, как я буду разгребать всю эту хрена тень, чтобы было безопасно тренироваться. Потому что вот на этом покрытии можно делать только статику. То есть упражнения, где у вас ноги и руки все время на земле, не происходит отталкивание. Вот такие вот дела. Хорошая тренировка. Если вы еще не тренировались, то хорошего потренироваться. А мы увидимся завтра на новой площадке. Будем продолжать продвинутый блок. Давайте. Всем удачи. Бомбим.